Экстрабал, меня зовут Ликей, вы смотрите канал Дай 5 и шоу По Факту. Кого вы представляете, когда речь идёт о нарушителях закона и правопорядка? Наверняка каких-нибудь бандитов, грабителей или даже убийц. Но вряд ли вы скажете, что именно вы являетесь не совсем законопослушным гражданином. Сегодня мы расскажем вам о 8 незаконных вещах, которые мы с вами делаем каждый день. Лего, 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 лего. По факту. Наверное, почти каждый из нас хоть раз в жизни переходил дорогу в неположенном месте или же на красный сигнал светофора. До ближайшего перехода было ли не идти, а проезжающих автомобилей почти не было на дороге. Пусть даже вокруг не было и вовсе ни одной машины. Знаете, перебегая дорогу, где вздумается, вы нарушаете статью 12.29 Коап РФ, которая влечёт за собой предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Каждый день мы пользуемся беспроводным интернетом посредством использования технологии Wi-Fi, подключаясь к открытым точкам доступа в общественном транспорте, ресторанах и в других общественных местах. Но особенно мы радуемся, когда кто-то из соседей забывает поставить пароль на свой домашний Wi-Fi, и у нас появляется возможность сэкономить. Я должен вас огорчить, если вы бесплатно пользуетесь соседским Wi-Fi, то за это можно понести наказание по статьям 272, 273 и 274 Уголовного кодекса РФ за несанкционированный доступ к охраняемой законам компьютерной информации. Скорее всего, вам встречались преподаватели в школе или университете, которые задавали подготовить презентацию на какую-то определенную тему. В погоне за хорошей оценкой вы искали в интернете подходящие картинки для иллюстрирования своей темы, чтобы разбавить текст чем-то интересным. Но вот мало кто задумывался о том, что большинство использованных материалов защищены авторским правом, и их использование карается законом. Если не хотите быть нарушителем, то стоит искать специальные сайты, где размещены изображения, переданные авторами в открытый доступ. Каждый курильщик, и не только, знает, что курение в общественных местах, в местах массовых мероприятиях, в парках, на остановках и в торговых центрах запрещено. Если вы думали, что на этом список запрещенных мест заканчивается, то это не так. Этот список можно дополнить и подъездами многоквартирных домов. Наверняка вы курили или же видели курящих людей на лестничной клетке. Так вот, за это также предусмотрен штраф. Используете матерные слова в общении, тогда вы нарушаете закон. За использование нецензурной брани вы можете получить не только штраф в размере от 500 до 1500 рублей, но и даже административный арест до 15 суток. Все потому, что по законодательству нецензурные выражения считаются мелким хулиганством и караются законом. Как часто после того, как в парке или любых других местах после съеденного мороженого, чипсов или же выпитой газировки, вы блуждали в поисках урны, которой не оказывалось рядом. Если вы так делаете всегда, то вы молодцы, но если вы решали оставить мусор где попало, а то и попросту кидали на землю, вы нарушали закон. Заброшенную мимо урны обертку, окурок и прочий оставленный мусор придется заплатить от 1000 до 2000 рублей в доход государства. А может вы скачивали фильмы, музыку или же книги из интернета, не заплатив за это ни копейки? Могу вас поздравить, если вы все еще на свободе, а не проводите свое время, к примеру, за решеткой. За скачивание пиратского контента статьями УК РФ предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей или в размере зарплаты осужденного за 18 месяцев, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 2 лет. Фух, кажется, ничего не забыл. На вашей страничке ВКонтакте или любой другой социальной сети стоит чужое имя реально существующего человека? Тогда стоит знать, что Роскомнадзор уже давно признал фейки в соцсетях нарушением закона о персональных данных. Подобный закон существует и во множестве других стран. Следующий раз, когда будете заполнять страницу, используя чужие данные, подумайте, не подаст ли в скором времени этот человек на вас в суд. Ставь лайк под это видео, если ты нарушал хоть один закон из сегодняшнего выпуска. А ты нарушал. А также не забывай подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить наше следующее видео. И советую посмотреть, как Эльдар Джарахов отвечает на школьные вопросы, соревнуясь с бомжами, и видео про позор российского футбола. Ну, точнее, про двух конкретных футболистов.